хочу сегодня поговорить про отработку возражений то вообще супер популярная тема ты как там считаешь умеешь отрабатывать умею могу практикую ну тогда давай сразу погнали давай у меня тут список самых популярных возражений да никак не для кого не секрет что сам популярно это дорого да как обрабатывать возражения дороги погнали значит про возражение про все в принципе чего хочу сказать для начала что зачастую продавцы которые ловят возражения ошибка возражения надо учить продавца не отрабатывать возражения сначала а их не создавать вот это как фигурном катание что когда фигуриц падает чаще всего ошибка не в самой фигуре где он прыгал а фигуре да он не набрал достаточно скорость или он плохо вытопнулся криво поставил конек из-за этого потом он упал мы видим эффект позднее ошибка была гораздо раньше то же самое с допустим возражение дорога популярная что такое дорого дорого это недостаточная ценность то есть когда человек говорит фразу мне дорого это значит что я не готов за это столько заплатить это не равно у меня нет на это денег например там вот если мы видим человека зарплаты там 7000 рублей для него iphone недорогой мне нет денег и как бы ты не уписалась ценность айфона он все равно вы не купит если у человека зарплату там 50 тысяч рублей 100 тысяч рублей 300 тысяч рублей для его iphone может быть дорогим это значит он не понял какого черта столько стоит и если ему доказать эту ценность то возражение дорого пропадает поэтому первая мысль если прозвонить всех отказников или просто посмотреть аналитику отказников отказов в компании и большой плат будет людей которые говорят слово дорого надо разбираться двумя вещами первое это значит что продажники не умеет нормально выявлять более клиента и их подсвечивать что чувак вот твоя проблема типа согласен с этим он говорит да а второе так презентацию строить чтобы человек соглашался с тем что да это продукт этот продукт и решит мою проблему мою боль и у него такой типа я готов заплатить вот и тогда скорее всего даже недорого не возникает когда ценность превышает цену человеку недорого если человеку все-таки там дорого или типа у вас слишком высокая цена там типа на эти проценту пошла речь там у человека прям ну явно ну нашу цену не принимает и типа какого черта так дорого стоит типа я знаю что там это дешевле и так далее а вы знаете что у вас реально ну типа вы знаете как отработать возражение дорого есть вот эта лампа на столе в икеи стоит там типа 5000 рублей а мы хотим продавать в 27 и все знаешь на веке 5000 как никак блин как против он обычный за 500 тысяч же не каком магазине сотку ну типа понимаете как ладу гранта продать за 300 тысяч за 300 слишком хорошо за 5 миллионов никак не типа она не стоит 5 миллионов вот поэтому то же самое с продуктом то есть если мы исходим из того что ваш продукт качественнее или ценнее чем аналоги конкурентов но стоит дороже и крыгает какого черта так дорого стоит тогда есть такая крутая отработка скажите пожалуйста николай а вы решение тупо по цене принимаете или для вас все-таки важное соотношение разумные соотношения цены и качества ну если я скажу по цене я буду каким-то дебилом выглядеть да в этом и идея вообще любые вопросы отработок звучат так вообще в любой отработки заражения в идеале задать такой вопрос провокационный ответ на который не даст клиенту шанса остаться на стороне возражения а перенесет его на сторону продавца интересный момент у меня даже не появилась идея придумать свой третий вариант из разряда там нет почему вы так решили для меня важно вот это и какой-то свой вариант придумать а тут вилка такая получилась вот и если он говорит ну слушайте для важно разумное соотношение цены и качества игры супер прекрасно вас понимаю поэтому давайте мы разберем я согласен с тем что конкурентно стоит там на 7000 дешевле давайте посмотрим что вы получите у нас заплатив на 7000 рублей дороже и мы показываем ценность ну как вам как вы считаете стоит ли дополнительный год гарантии плюс там такие-то опции плюс такой-то сервис и удобства и еще бесплатно доставка каких-то 7000 рублей или все-таки вы согласны купить то что сломается без гарантий окей тогда следующее у меня возражение к этому интервью кризис стране денег нет а вы мне тут про это говорите как вот про что ну про свои услуги или про то что дорого это продолжение кризис стране нет денег это тоже другими словами я не понял ценности но типа что такое в стране кризис ни у кого нет денег это читаем между строк уважаемый продавец сейчас не самые жирные времена и у меня нет свободных денег пожалуйста обоснуй мне почему я в такие трудные времена должен заплатить тебе денег за этот продукт вообще кстати по поводу отработки возражений вот очень крутая мысль такая всякий раз когда клиент вкидывает любое возражение задача продавца научиться читать его между строк я здесь предлагаю такую конструкцию вот прямо научен не сильно помогает вот как правило возражение она произносится с очень антагоничным настроем интонации которая такая типа что это в основе такой типа бесценивание идет и очень тяжело сохранить самоконтроль самобладание и не опуститься на этот уровень кр後 theoretically endorsed 표 improves очень важно сохранить сам обладание и понять что ну типа если ребенок себе такой типо ты же не будешь такой типа ну едти белый такой тип но ребенок это удиRY показывает весь такой же история клинка это возражение и не типа такой какого черта возражение надо понять что это клиент и что это возражение и вот здесь не помогает такой лайфхак очень крутой читать между строк это я предлагаю конструкцию солодами любого возражения давай михаил я бы очень сильно хотел пойти к вам на программу реально за продаж на у меня два продавца супер между 40 читаем дорогой михаил у меня сейчас два продавца я очень хочу купить в программу обосну мне пожалуйста почему я должен сейчас напрячься и пойти к тебе учиться прикол то есть если я слышу возражение буду себе представить что я слышу вот это и на эту часть ты будешь в кайфе кидай другое возражение сейчас давайте по стандарту пойдем давай много даже не честно кидаем и просто эту конструкцию прям закрепим да зрители думают полезно да михаил любое другое возражение прекрасно у вас прекрасный продукт мне нужно время чтобы подумать я подумаю или давай так я просто позвонил вам посмотреть чего предлагаете окей супер уважаю михаил смотрите я сейчас не очень расположен покупки и как ты видишь я сомневаюсь прямо сейчас платить деньги и я как даже тебе сказал фразу я пока хочу просто посмотреть можешь пожалуйста прямо сейчас привести такие железобетонные аргументы чтобы меня не было шансов тебе так продолжать говорить я точно сказал тебе да без ножа окей давай я подумаю я подумаю до них его классное предложение я подумаю окей дорогой михаил смотри видишь я начинаю сливаться я тебе говорю я подумаю прямо сейчас сделай хоть что-нибудь докажи мне приведи мне железобетонные аргументы чтобы я не смог тебе больше сказать я подумаю а даже себе пошел думать я не мог спокойно спать и думаю все весь вечер и завтрашнее утро о том как же мне заплатить тебе денег ну кстати хороший вопрос а что это может быть мы щас про это отдельно поговорим что есть возражение двух категорий из прямые возражения типа нет денег не понял ценность слишком коротко слишком долго и так далее а есть ложное возражение ложное возражение это как бы когда клиент точно имеет какое-то истинное возражение просто на его не говорит по разным причинам не доверяет боится ему там кажется что ты будешь навязчивым и вот я подумаю это ложное возражение то есть мы на самом деле не знаем что за ним стоит наша задача его откопать окей давай дальше пойдем по подготовленным возражением михаил у нас уже есть поставщик ваши услуги другие не интересуют супер начинаем с той же конструкции дорогой михаил можно с кем-то работать пожалуйста при ними сейчас железобетонные аргументы чтобы я не смог проигнорировать ваше предложение и согласил с вами начать работать да согласен вот но и соответственно как как и отрабатывать возражение то можно первое правило отработки возражений истинных возражений никогда не спорить табу возражение надо понять что возражение есть такой тон тональность эмоциональный антагонизм когда человек уже с тобой в споре находится если ты находишься на этапе презентации не в антагонизме а человек тебе такой тип муж работаем он как бы начать спор если мы опустимся в доказательство к нему типа но аргументы и своему лучше мы лучше а мы хуже то по сути что происходит с человеком во первых мы создаем спор мы его поддерживаем как огонь и насчет разговаться и это где спортом нет согласия спор это не согласия а согласие то покупка нам нужно покупка это согласие поэтому ни в коем случае не опускаемся спор второй момент когда мы спорим по сути у нас есть своя позиция она полярна позиции клиент люди катастрофически пассива по психологии не любят быть идиотами и и неправыми поэтому любой спор который ты проиграешь ты будешь себя плохо чувствовать а клиент убьется вот люди так странная психология человека он убьется он не будет он будет переплачивать он будет понимать что купил говно но зато он был прав поэтому если мы не хотим себе выкопать могилу продажах наша задача не с уходить спор поэтому начинается любой отработка заражения согласия слушайте супер я вас прекрасно понимаю что у вас уже есть поставщик более то вам скажу вы о чем сейчас не удивили у нас 99 процентов клиентов нам так с это вообще начиналась ваша знакомость сейчас не наши постоянные клиенты поэтому чё ж круто что вот здесь для нас это здорово потому что есть у вас уже есть поставщик значит вы наш клиент потенциальный иначе вы бы не моим не были поэтому почему я вам звоню и здесь как раз конструкция не но а именно поэтому поэтому я вам и звоню типа у нас уже есть поставщик супер круто поэтому я бы звоню что у вас уже есть поставщик то есть звучит как бред если честно нет так это это на самом деле не у меня не было возражений когда ты говорил ты куда-то блин реально прикольно когда вот уже давай отработать возражение бред да это можно изучать бред когда ты слышишь неполную версию давай посмотрим до конца и так давай какие возражения у нас уже есть поставщик николай супер здорово что это это так вот у нас 99 процентов компаний с которым мы когда-то начали работать начинали работу они уже с кем-то работали я именно поэтому вам и звоню и так согласитесь что это самое опасное что может быть бизнесе иметь одного сотрудника 1 поставщика 1 подрядчика и если с ним что-то случится завтра пойдет не так вы окажетесь в небезопасности я вам не предлагаю сейчас что-либо покупать и прямо сейчас платить я лишь предлагаю вам получить альтернативное предложение и просто его со мной обсудить даже если вы у нас потом не купите у вас просто будет запасной аэродром но скорее всего возник такая ситуация что вам понравится наши условия вы нам дадите какой-то минимальный тестовый объем маленький что просто нас проверить вы от него кайфанете если кайфанете а мы сделаем все просто разогнемся в лепешку чтобы кайфанули после этого делал крутой оффер и мы с вами будем работать уже постоянно я прошу зрителей написать в комментариях насколько им понравилось данная отработка возражений окей хорошо последнее возражение которое мне написано здесь это нам это не надо ну там два варианта то есть им реально не надо ну типа михаилки нужна ванна чугунная типа нам это не надо как продать михаилу чугунная ванна она не нужна а или это может быть ложное возражение вот давайте поговорим про ложное возражение нам это не надо возможно ложное возражение я подумаю это может быть искренне возражение может быть ложное как отрабатываются вот эти ложные возражения когда вроде бы не очевидно непонятна причина отказа сложного возражения это что такое когда человек обманывать себя нет дело в том что мы по природе люди очень хорошие и мы испытываем некий стресс дискомфорт когда мы людей обижаем клиенты хорошие люди люди мудаков в природе там пять процентов стали люди как классные добрые хорошие качественные люди и но все же понимаешь что есть продавец он звонит он там херачит звонит там по телефону у нее стресс там да и сейчас я вам откажу и он расстроится и нам как бы дискомфортного расстраивать поэтому мы как бы боимся сказать правду что чувак нет и нам легче сказать я подумаю как бы дав им некую надежду до типа что все будет хорошо мы видим человека при смерти да ему грин ты поправишься поддержку на то же самое срабатывает нейронная связь в голове и поэтому когда мы смотрим возражения а иногда клиенты могут сказать я подумаю в потому что им дискомфортно испытывать стресс человека что он словил отказ вот или еще бы такая тема что бывают сумасшедшие продавцы до которые на любое возражение как бы не слышат тебя и такие ты вы продолжают бомбить и как бы я подумаю тяжелее отработать чем он типа не подошла цена или не подошла комплектация позвольте я сейчас приеду мы с урашим чувак я не готов не 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 я приеду эту мушку ненормальный поэтому как бы я подумаю не не надо посоветоваться с партнерами вы вы не понимаете на посоветоваться то есть просто априори клиент не знает чтобы адекватно есть такая проблема что вот в чем проблема продаж клиент не знаю что вы адекватный продавец чтобы адекватная компания и надо сначала ему это доказать что с вами мир стоит ими делает как девушка на улице если к любой девушке бы дать искать привет я хочу пойти в кино она скажет нет даже если красивый вкусно пахнешь а приятный при деньгах интеллигента скажет нет, потому что она не знает его степень адекватности. Поэтому сначала минимальный small talk пообщаться, может быть минимальное свидание прогулка по парку, а потом кино, кафе, рестораны. Она проверяет чек, это адекватность. И вот здесь, как отрабатываться возражения. Любое ложное возражение надо воспринимать как ложное. Как понять, что возражение ложное? Никак. Начните все ложные возражения воспринимать как ложные. Давайте придем в список ложных возражений. Я подумаю, у меня нет времени. Надо посоветоваться с партнерами. Мы пока не готовы. Еще было хотя бы эти четыре. И что-то в этой серии можно, кстати, в комментариях дописать еще ложных возражений. Если у кого-то есть еще идея, сходу не разжу сейчас. Но идея такая. Самая сильная техника отработки ложного возражения, которую я вообще видел в жизни и использовал, пока лучше не нашел, техника искренности. Просто космос. Мы говорим такую фразу человеку, ну и говорит, давай, я подумаю. Я подумаю, Михаил. Николай, посмотрите, я вас прекрасно понимаю. Присоединение. Да, вот. Важный нюанс. Дело в том, что я работаю с клиентами в нашей сфере уже больше трех лет. И я заметил по статистике, что там в 99% случаев, если мне говорят, я подумаю, значит, скорее всего, нет. Можете, пожалуйста, только честно сейчас сказать мне, что конкретно вас не устроило в том, что я вам рассказал. Мне просто любопытно обратная связь. Как есть. И если, так сказать, честно, искренне, от чистого сердца, с душой, висяка вероятность, что человек скажет там истинное возражение. Слушайте, ну, цена, короче, непонятная. О, все, я понял, давайте пообсуждаем. Только здесь важно не так. О, цена, сейчас я вас отработаю по полной программе. То есть нужно понимать, что мы уже немножко не в той позиции. Если клиент там сразу не сказал истинное возражение, значит, он нам не доверяет. Аларм. Мы не создали доверие раньше. Последнее возражение, которое ты задавал людям. Ну, например, ты покупал машину. Это жестко. Это очень смешная история. Давай. Есть люди, которые звонят и продают билеты в театр. Я не знаю, каким образом мой телефон попал в телефонную базу одной конторы театральной. Мне уже два месяца звонит Родион Билинский. И он такой урод. Он каждый раз звонит и начинает с фразы Алло, Михаил, добрый день. Это Родион Билинский, мое почтение. То есть эта фраза, мое почтение, он просто меня допек недавно настолько. Он звонит три раза в день. Я говорю, сначала, мне неинтересно. Я потом не брал трубку. Я блокировал номера. Он снова у телефона звонит. Родион Билинский, мое почтение. Я говорю, да, я слушаю вас. У нас отличная новость. Сергей Безруков, Крокус. Я говорю, Родион, неинтересно. Он бросает трубку. Да потом снова звонит. Я не знаю, на что. Он либо сумасшедший, либо у них какая-то тактика свести меня с ума. Я вот звонил. Последнее возражение, которое ему сказал, я говорю, Родион, ты меня заебал. Я прямо так ему сказал. То есть я даже не спел слово на когда-то говорить. Он уже трубку бросал, понимая, что я не куплю. И потом он снова звонит. Я, короче, это было самое жесткое возражение в моей жизни. Я говорю, так, надо врага бить его же оружием. Я говорю, Родион. Он говорит, да, Михаил. Я говорю, у меня для вас есть новость. Вам конец. Я сейчас буду сам вам звонить. И я просто начал лояривать в его колл-центр, обрывать его телефон. Я говорю, Орол, Родион, здравствуйте, мое почтение, это Михаил. Я хочу с вами пообщаться просто за жизнь. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Как у вас дела с ледами? Он такой хера в трубку бросает. Я перезваниваю тут же, говорю, алло, Родион, куда? А он уже думал, что другой человек перезванивает. Я говорю, это снова Михаил. Мое почтение, Родион, как дела? Потом он просто брал громкую связь. Я слышал, там весь альбопродаж ржет. Я говорю, привет Родиону, привет вам, ребята. Отравил им анекдоты прям жестко. Потом какая-то девочка поднимала. Я говорю, а можно Родиона к трубке позвать? Родион выйдет погулять? Родион вышел в туалет. Я говорю, я буду его ждать. Не кладите трубку. Но просто я довел, довел там до белого коленя и ходил в продаж. В итоге мне добавили в бан лист. Сейчас. Я не могу дозвониться по этому номеру. Но Родион мне вчера позвонил с другого номера телефона снова. И сказал, здравствуйте, это Евгений Белинский. Мое почтение. Я говорю, Родион, я знаю, что это ты. Как твои дела? Это мое почтение, Михаил. И он сбросил трубку. И мой номер снова оказался в бане. Давай подытожим эту историю. То есть, какой важный инсайт сейчас зритель должен этой истории получить? Важный инсайт. Говорите чаще фразу «Мое почтение клиентам». Дорогие зрители, обязательно подписывайтесь на наш канал, если у вас появилась какая-то искорка внутри этого видео. Если вам оно понравилось, если вы что-то полезное на тебя подцепили. Я стараюсь для того, чтобы вы кайфовали и получали в веселом кайфовом формате темы про продажи, чтобы ваши доходы росли и ваши компании развивались. Спасибо вам большое. Ставьте лайки. Всем пока. С вами был Михаил Гребенюк и Николай, мой интервьюер.